Рад приветствовать тебя, мой юный друг, но учитывая серьезность канала, возможно, уже и не юный. Декарт спросил бы вас, откуда вы можете знать, что вас не дурачит некий злой гений, создавая ваше представление о мире окружающим нас? Действительно, откуда нам знать, что мы живем не в симуляции, наподобие матрицы? Достаточно ли данных у современных ученых 21 века, которые могут выдвинуть весомые аргументы за или против? Почему иногда жизнь нас заставляет думать о том, что симуляция возможна в нашем мире? После просмотра демонстрации графики Xbox X я задался этими вопросами. И вот почему. Когда я увидел первые кадры ролика, я чуть не упал со стула. Мало того, что автомобиль BMW выглядит очень реалистично. Так окружающая среда, дома, деревья, дороги свели меня с ума. И только со второго просмотра, сумасшедшие сцены, я понял, что кроме автомобиля картинка настоящая. Далее нам показывают Арни, но тут, честно говоря, совсем все плохо. Да, полигон на лице отрисовано отлично, но в общем он выглядит как восковая копия, не впечатляющая мое внутреннее сознание. Другое дело город. Облака в небе мало того, что двигаются, так еще и меняют свою форму. Дух захватывает от реалистичного океана. Тени от волн не отличишь от настоящих. Но когда я посмотрел наверх, желеобразное чудовище испортило весь эстетический восторг от увиденного. На дальних планах, конечно, картинка фотореалистична. Но при приближении влага выдает искусственно созданную картинку происходящего. Слишком идеально блеск от воды. Я ждал кульминации ролика, обычно нам показывают что-то необычное. В самом конце. Но и тут нам представили силиконового товарища в парике с неживыми глазами. Хотя что это? Блеск от водянистой влаги, ресницы, зрачок. Чувство, будто я смотрю в офтальмологический микроскоп. К сожалению, нас быстро опускают на землю, показывая резиновую руку сидящей на ней птицей. Конечно, цель ролика ясна. Нам нужны продажи, и такой графики в играх мы не увидим. Не стоит путать отрендеренное видео с игрой в реальном времени. Но что впечатляет по-настоящему, так это количество террафлопс в этой чудо-коробочке. Для сравнения, в суперкомпьютере, построенном в 2002 году в Японии, их было 38. В нашей коробке, которая занимает небольшое место рядом с телевизором, их 12. Но, учитывая размеры, интересно представить, что будет с технологиями в ближайшем будущем. Хотелось бы узнать твое мнение, сможет ли человек стать прообразом бога, создав подобие искусственного интеллекта, симуляции настоящего мира и реалистичной графики? Изумительно. Наш последний шанс на спасение человечества сам оказался Девиантом. Я... Не смог я! Понятно? Я... 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 Субтитры создавал DimaTorzok